Закончить, из чего возникло ощущение, что я авторизую метафору, с которой, мне кажется, довольно странной. Это метафора железнодорожного тупика, колея и так далее. И здесь же куда-то можно вернуться. Ни к 1917 году нельзя вернуться, ни к грабительской приватизации нельзя вернуться, нравится она кому-то или не нравится. Есть целый ряд других метафор, тоже зафиксированные русской речью. В частности, что своза упала, то пропала, как известно. Все, никакого пути туда, к развилкам нет. Мы не на железнодорожных путях находимся. Даже если мы нашу конференцию называем пути России, значит, в таком виде. Да, Гераклит сказал, проехали. Если в этих же метафорах об этом говорить. Все. Поэтому я лично ни в какие перспективы возврата к каким-то историческим развилкам, даже, я бы сказал, к развилке декабря 2011 года или сентября 2011 года, когда предполагалось, будет ли возвращение, или вот будет все-таки, ну, там, другая политическая схема, даже к этой исторической развилке людей обратно уже нет. Вот. Как и никакой другой, на мой взгляд. Значит, просто потому, что в данном случае железнодорожная метафора не помогает, а затрудняет понимание. Вот. А, значит, что касается того, что начинается за тем, что кончается, это, да, это опять вопрос, я в ключе своего доклада чуть-чуть слугавил, и Лосиф-то говорил о другой жизни. То, что подходит к концу, это человеческая жизнь, а Бог начинает с конца человеческой жизни, следующее существование человека уже не на земле. И в этом смысле, да, что-то нас ждет, обязательно какая-то другая жизнь, которая начнется с конца того иона будет, а относительно того, какая метафора будет определять следующий этап нашей жизни, я тоже отвечу горячо любимой мной картежной поговоркой, неожиданно приобретшей смысл в свете вот ныне предстоящей подготовки к Олимпийским играм. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы еще, коллеги, есть?